Всем добрый вечер, дорогие друзья. Матч, который мы очень ждали, день вчера шел неимоверно долго, потому что все ждали матч с участием команды Na'Vi. И вот он наконец-таки настал, щиты приготовлены, напитки готовы, все готово. Аутсайдеры выбили фаворитов, и вот очень круто все произошло. И мы смотрим такие, ну, по мнению букмекеров, нестандартные пары. И очень хочется, чтобы вот эти команды, которые сейчас присутствуют, они были в такой форме, в которой они провели свои последние матчи. Как в Na'Vi вчера отыграли, очень круто играли, как в Na'Vi. Вот последний как раз май свой против Evil Genius'а закрывали. Да, ну что же, полная, полная арена у нас. Все готовы к этому сумасшедшему матчу. Ну и команда Fnatic наконец-таки попытается все-таки в Best of 3 в рамках ESL турниров преодолеть такую команду, как Na'Vi. Будет им это сделать тяжело, но первая карта Inferno, это пик команды Fnatic. Пожелаем им удачи, но еще больше удачи и, наверное, не знаю, поддержки команде Na'Vi, потому что сейчас она им тоже понадобится. Ну и первая пистолетка, команда Fnatic стартует за сторону атаки, Na'Vi в защите. Ну что же, по раскидке, ну Guardian, граната, Flamie смог. Две ТЗ-шки сразу, Simple и Bumich. Есть такое, есть такое, три армора на команду у Na'Vi с Винсера, но здесь пока что два игрока играют на контакт банан. Смотрим, Flamie стоит на байте как раз-таки, и тиммейт его будет забирать, который будет пробегать. Ну и под флешку сейчас должны все прекрасно делать, хотя пикают прям, в контакт идут. Ну и Bumich, Bumich должен забирать, не получается у него. Хорошо, Brolin в приседе забирает у Bumich'а и не наводит он нормально на голову. Flamie остается тут один, сразу перетяжка моментальная у нас идет от Guardian. Ну и в Плэнтон уходит куда-то наверняка за New Box. Дым, дым на 90, на гробы и Хаешка. Здесь очень важно именно дать первый размен команде Na'Vi, потому что если зайдут 3 в 5, будет уже очень тяжело на ретейк играть команде Na'Vi с Винсера. Словак уже дает информацию, что прошел под бассейн один из игроков команды Fnatic. Есть минус от флюши, Flamie на размене, но дальше Golden довольно легко расправляется с Егором Васильевым. 2 в 4 и Simple с Electronic'ом вдвоем. Китов нету, еще и Кримс вот такой вот вешает, оставляя Александра Костелева в соло против четверых. Ну что же, Fnatic берут первую пистолетку и причем делают это очень уверенно. Сане нужно выживать в этом раунде, потому что у нее есть как раз-таки вот этот грейжный пистолет, который может очень круто пригодиться в следующем раунде. Идет дальше, 300 уже заработал. Simple будет вычислять еще. Увидел, увидел флюшу. Нет, нужно убегать, нужно убегать. Сейчас бомба уже заросла через 8 секунд и как раз-таки пистолет и армору нам подсовет. Ни в коем случае нельзя здесь умирать. Этот СЗР может сыграть как раз-таки в следующем раунде. Не будет бояться, как раз-таки оставит деньги. На next round. На первый раунд за Fnatic'ами 1-0. Да-да-да, причем был забран абсолютно уверенный коэффициент от нашего партнера. При матче на победителя первой карты, напомню, это карта команды Fnatic, 1-95, собственно, на шведов, 1-8 на команду Navi. Слушай, Navi выступает в роли фаворитов, но после пистолетки, возможно, этот коэффициент... На самом деле карты такие, что... Для одних и для вторых играбельно. Да, и Инферно играбельно, и следующая у нас карта Денюк будет, она тоже играбельна. В принципе, оверпасс обе команды играет. Мы вчера как раз-таки видели, как Fnatic очень круто отыгрывали ее. Так что посмотрим. Мне кажется, тут чуть ли не размен пиками может происходить очень спокойно. У Navi три чешки, в итоге два дигла для Simpl'а и Flamie. Ну и здесь уже прилетает молот в подбумыч, и бумыч моментально отходит назад под опорную зону базы B. Ну и там Flamie вместе с бумычем попытаются дать первый контакт, и, возможно, первый минус, если Fnatic'и выйдут. Но Fnatic'и просто пошумели, дали колу о том, что, в принципе, мы согнали и заняли банан, но никого там не было. Из команды Navi начинается раскидка 15-20. Ну и здесь уже молотов прилетает, Simpl'а сгоняют, неприятно, неприятно, конечно, такую позицию терять, но Александр Костылев будет жить на ней и дальше. Есть информация, ну, у команды Navi, что, в принципе, ребра заняли уже команда Fnatic. Но вот в DMM быть может как-то просочиться патрон в голову кому-то из шведов, но нет. Пока что все в молоко. Надежда на шару, но не залетает от Simpl'а. Fnatic'и продолжают пропагандировать свой именно плейстайл. Они играют контакт. Вот очень мало гранат, очень мало флешек именно выходят и на стрельбу пытаются сыграть. И вчера у них это получалось. Вчера получалось у них это очень круто. Simpl' отличная наводка. У Golden'а вообще не пошла стрельба, просто ни хп не сносит тут Саши. Флюша уже чекает тут перегородку, занимает полностью банан. Перетяжка, смотри, снова быстрая под базу B. Один лиркующий всего лишь это Джаспер Вексел. Ну и Бумыч так с чешки дает уже несколько урона по Кримзу. Ну и информация пошла рекой. У команды Navi уже два опорника на базе B. И пока ротации нету со стороны трех опорников на точке A. И это может стать фатальным. Но да, погибает все-таки на гробах Бумыч. Флейми есть минус Дегла. Но моментально его разменивает Бролан. Три в три. В принципе, это можно ретейкать. У Guardian есть скаут и с этим можно бороться. Но правда нет дефюс китов. Три человека по банану. Посмотрим. Сейчас если убивают одного, как раз вот этого опорника. Да, получилось. Живи, можно ретейкать. Второго тоже забирают, но двое красных. Элик только 72% здоровья. Но у них есть второй армор. И нужно найти Кримса. Нужно его искать. Смачок отлично залетает на Сити. Ну, и он до конца тут будет до конца стоять. 19 секунд остается. Время еще есть. Все, есть по нему информация. Минус один, минус второй. Но Элик с Юмпишкой. С Юмпишкой где? Не понимает. Мансует, мансует вокруг фонтаны. И все-таки Кримс. Да ладно, электроник оставляет ему 8 хв. Но Фредди Йоханссон снова показывает магию владения АК 47. И 5-0 его статистика индивидуальная становится. Но как же жестко Фредди здесь разыграл. Несмотря на то, что он остался один за довольно предсказуемой позицией, он все-таки смог вывести свою команду на очень комфортный счет по итогам начала. Да, это у этой карты Инферно. 2-0, у команды Na'Vi нет денег. Поэтому экономический раунд у Электроника ЦЗ. Дигл у Симпла плюс Флейми. Но арморов ни у кого нет. Кримс, в принципе, тащит свой коллектив на этом чемпионате. Напомним, кто как раз таки пропустил эту информацию, что он установил рекорд в основное время, набив 44 фрага. Потому что тут сжигает Флейми. Флейми попытался опикнуть как раз таки бочки, но не вышло. Пока стрельба. Опять же, вспоминаем вчерашний день, первую карту Оверпасс, Fnatic Liquid. Вот когда Liquid, как будто не проснулись. Fnatic просто шли вот эти первые 8-9 раундов и просто перестреливали своего оппонента. Вот здесь пока плюс-минус то же самое. Они просто идут и перестреливают. Началось все с пистолетки. Когда у Флейми не пошла как раз таки стрельба, вроде на него выползал игрок команды Fnatic. Ты должен, вспомню, наводиться на такого. Ну, просто халява на тебя выползает. Ну, иногда просто не совсем ожидаемый мув. Потому что, как правило, игроки не выползают. Ну, видишь, мне был к этому готов. Нужно просыпаться? Нужно просыпаться, но надо ждать, во-первых, и первую оружейку. Поэтому ждем. Этот раунд команда Fnatic по логике вещей должна забирать. И причем с минимальными потерями, а быть может и вообще без них. Ну, посмотрим Бумыч и Гардиан. Сейчас Гробы плюс B2. Только Юспы у этих парней на точке B. Ну, а вот два опорника это Simple плюс Electronic играется за Иди Гол на А. Ну, и там снова прошел уже через арку Флюша. Дает информацию о том, что, в принципе, команды Нави под КТ нету. И это будет заход. И, наверное, даже безразменный, по идее, для шведов. Да, есть минусы от Голдена по Бумычу. Информации по гробам пока что нету, но это временный момент. А вот и Гардиан с Юспа приходит, лишает жизни Флюша. И 3 в 4, ну, надо уносить, конечно же. Или просто попытаться какие-то экзит-килы поделать на экономику. Что у нас там вообще есть? У нас арморов нету. Да, экзит-килы, наверное, нужно сделать. Куда-то бежать, наверное, в сторону Миды уже. Там АВП будет у Simple в следующем раунде. Да. У него, кстати, вот после первого раунда, после закупки осталось 850 денег. И из-за этого у него порядком денег нужно будет. Может быть, Гардиан как раз-таки перекинет. Может быть, сам возьмет этот тавик. Посмотрим. Пока третий раунд за Афнатик. 10 секунд остается до взрыва бомбы. И все круто у них. Да, это правда. Тем более, начинать в атаке с 3-0 всегда приятно. Тем более, против такого оппонента, как Na'Vi. Да и вообще, в рамках этого турнира Na'Vi показывают очень классный перформанс. Давненько мы их не видели в полуфиналах крупных турнирах. Да, и, возможно, в финал даже выйдут. Они только-только как раз-таки начинают свой вот этот путь. Пока они вот сыгрались. Гардиан. Пока вот эти первые чемпионаты, когда все не шло. Когда были какие-то недопонимания. Вот по интервью Simple последнего он говорил, что Гардиан не до конца мог разъясниться на русском языке. Чуть подзабыл его. И очень поздно информация приходила как раз-таки в нужные моменты, в ответственные моменты, когда нужно было передать ее. И вот от Гардиана она не шла. И она переходила только через вторые руки через посредника, что ему подсказывали как раз-таки тиммейтам. Другие игроки. Хорошие хаешки тут залетали, на самом деле, вовремя. Шел у нас здесь игрок Na'Vi. Гардиан. Чекми, да? Никого не находит. Четыре калаша, один сик у Бролана. Но Бролан мастер этого оружия. Он нам не раз уже демонстрировал, что он очень круто с него умеет стрелять. Но обрати внимание, как действует команда Na'Vi. Сейчас усиливает базу B, потому что именно под эту точку команда Fnatic регулярно атакует. Засылает иногда одного игрока через 15. Ну и вот тот самый Бролан, который, по словам Сережи, владеет этим девайсом, ну, возможно, лучше всех. А один из лучших? Так точно. И в итоге Словак погибает. И самое, что неприятно, это было АВП команда Na'Vi на этот раунд. И только один опорник под большими песками остается. Это электроник Денис Шарипов. Конечно, никто не сомневается, да, что у него мастерство там просто выше крыши. Он может и один в два, и один в три потащить. Иногда один в четыре. Но все-таки команда Fnatic на таком бешеном кураже и на такой внимательности сейчас идет, что трудно представить, каково будет Денису принимать этот выход. Ну а здесь Бумыч. Прием с арки. Погибает Фредди Йоханссон. На размен должен выходить голодом Бумыч. Второго также тушит. Золотой мальчик Швеции погибает, но 30 секунд. И это сплит на базу Б, но там уже готов Флейми принимать. А вот Саша читает ли третьего? Джейби просто так хорошо проходит тоже. Но Бумыч, по-моему, его не считает. Как же Витя его не убил? Просто один патрон нужно было залепить в Бумыча, но не залетая здесь. Так, ну в смаке все-таки Флейми закрывает одного из оппонентов. Остается два в четыре. Да, бомба поставлена. Но Симпл дальше приходит. Джеспира закрывает. Ну и Флюша последний. 90 хп, один в четыре. Но это тоже мастер и клатч раундов. Это ваг. Ваг, да, как многие его прозвали в свое время. Ну и Флюша первый минус есть. Второго туда же, может, на стрейфах третьего. Флюша! Ну как же так, парни из команды Na'Vi. Китов нету. Флейми пойдет разводить. Откидывает молотов. А, кстати, Фрейм... Ой-ой-ой, Флюша-то сгорит, а Флюша-то сгорит, если будет сейчас. Но времени нету, китов нету у команды Na'Vi. По-моему, полсекунды. Ой-ой-ой, ну как же так. По-моему, на девять где-то и шесть начал ламинировать. Флюша! Бо, сколько! Флюша бог в этом раунде. Покажите нам, сколько. Да там 0,3. Факт остался, когда 10 уже пикнул, а он еще не сел. Ну вот, ты понимаешь, какой расчет минимальный. Я думал, что просто Флейми сразу сядет до фитбомбы, когда молотов откинул. Но, видимо, у него не было толкового понимания, сколько именно хп остался. Флюша, это мы видели, что там 20 хп. И он бы быстро сгорел в молотове. Главное, неферитовать. 1-4, но ничего, бывает. И такие раунды тоже, когда ты отдаешь. Но нужно дальше собираться, потому что тем, что на самом деле в тильт загнать, потому что можно начать психовать. А это сейчас не нужно, потому что только начало этой встречи, только начало этой карты. Ничего страшного. Ну и хорошие пистолеты у команды Na'Vi на пятый раунд сейчас. Да, это B2000, как в простонародье его называют. Ну и здесь, конечно, есть фактор риска для команды Fnatic, что они могут напороться на эти пистолеты и даже проиграть раунд. Ну и команда Na'Vi укрепляет в итоге сейчас выход на ребра. Втроем они играют на двадцатке. Один с пятнадцати. Ну, принимают именно мидл. Это нормальное решение, хорошее решение. Команда Na'Vi постоянно двигается по карте. В поисках новых решений проблем, потому что проблемы пока есть. И это было бы глупо отрицать, на самом деле, и со стороны зрителей, да, и со стороны нас, что есть некоторые недочеты. Ну и команда Na'Vi это сама прекрасно понимает. Ну, Бролан очень аккуратно играет сейчас вместе с Кремзом. Понимает вероятность такого закупа от команды Na'Vi. Поэтому идет очень медленный контакт. И, возможно, под флешку сейчас будет JV пикать выход на пятнадцать. Ну и первый минус от Бролана. Размена пока что нет. А вот и Электроник приходит. Минус по бойлеру. Ситуация уже четыре в три. И польская команда Na'Vi, но Кремз быстро уравнял до три в три. И подбирает девайс Гарден. Вот это очень важно. Да, но помимо Эко-раунд был, сейчас Гарден сейчас может под смоком на ассамбле очень круто сыграть. Хорошо прошивает здесь. Но в ответ кто же получает примерно ровное количество дэмэджа они тут получили с Голденом. Но нужно уходить. Гарден один будет опорником отыгрывать под Асайдом. Пачка уже отправляется через ковры. Кремз. Очень опасно. Гарден должен тащить этот раунд. Десять секунд. Пока еще рано. Пока еще рано Фнатикам выходить на бомбсайд Эй. Ну и да, так, 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 Гарден. Хорошо, бомба. Не успевает. Не успевает. Это раунд за командой Na'Vi. Ну вот он, бай 2000. О чем и говорилось, да, что есть риск того, что Фнатики могут проиграть этот раунд. Несмотря на всю их академическую отыгровку в рамках этого раунда пятого, команда Na'Vi смогла выудить свои положительные моменты. Из этого раунда и коэффициент от нашего партнера по рематч на тотал по раундам. Первой карты 28,5 меньше 1,4. Коэффициент 28,5 больше. Коэффициент 2,8. Ну и тайм-аут. И тайм-аут берут именно на шведы. Несмотря на то, что игра вроде как идет под их лад. Под их лад, но опять же, с экономикой у них не все так круто. Посмотри на нее. Она на самом деле рухнула, потому что очень много девайсов на Na'Vi постоянно забирают. Из-за этого нужно сейчас им что-то придумать. Может быть какой-то такой форсик будет, либо тоже опять же бай не до конца. Пока решают. Время еще есть как раз-таки. Фристайл 10 секунд. Сейчас до конца. Ну да, будут закупаться. Потому что Бурован закупился, Голден закупился. Сик. Калаш. Что там у нас еще? Глок по 250 и ЦЗР. Но раскидка здесь самая главная. Не Глок, вру. Голил все купил все-таки. Здесь очень важно именно раскидку. В команде Фнатика имейте вот первый же Молотов под машину, чтобы не пикать. А Бумыч в итоге говорит, да без разницы, что здесь Молотов. Я и первый, и второй. Нет, подождите, здесь Голден минус 2, Джей Ви Голдена поджигает. Говорит, братин, ты, конечно, молодец, но дай другим фраги. И здесь в итоге команда Нави остается 3 в 3. Это закупка. Это очень даже неплохо для команды Нави, что сейчас Фнатике потеряли двух игроков атаки. Несмотря на то, что атака, когда находит размен равный для себя, она все равно в плюсе. Но Нави, по идее, такие раунды должны сейчас будут закрывать. И в итоге Крим с Бролном уже выходит через балкон и двадцатку. Но Электроник на малых песках не совсем в позиции. Ой-ой-ой, Смок прилетает в ковры. И понимает команда Фнатик, откуда будет, скорее всего, играть один опорник команды Нави. Ну, некомфортно опять было, потому что пистолеты только убили на банане, а девайсы основные остались. И вот они как раз эти девайсы вышли. Электроник не стал занимать свою коронную позицию пески, играл на малых песках. Из-за этого недоконтролили. Но это сейв будет от Матус Винсера, потому что с деньгами огромнейшая проблема. И пятый раунд будет залетать в копилку шведского коллектива. Пока шведы душат. Пока душат, это правда. Но это их карта, хотя команда Нави на Инферно играет. Тоже очень здорово. Ну, начало просто не сдалось, это правда. Но никто не тратит себя от того, что команда Нави крайне волевая команда, которая может возвращаться с абсолютно любого счета. Но не отметить шведов было бы, наверное, слишком эгоистично. Потому что сейчас Фнатик очень классный. Опять же, у Нави сейчас на всех картах сильная сторона — это атака. Блейд пришел. Сейчас очень все, на самом деле, академически строится. И мы видели, как они атакуют. Это, на самом деле, любо-дорого смотреть. Большинство раундов как раз-таки за сторону Т забирается. 5-1. Блейд пока паузы не берет. Пока рано. Пока рано. Ну, посмотрим, АВП от Гардена есть. Поэтому шансы у команды Нави хорош. Ну, а шведы в полноценной закупке сейчас пойдут закрывать, скорее всего, шестой раунд. По крайней мере, пытаться это сделать. Ну и пока откидывает Молотов на машину игрок команды Фнатик. Попытаются занять шведов эту позицию, согнать Нави. И потом уже, возможно, разыграть главное. По первому таймингу достичь хорошей планки контроля. Чтобы команда Фнатик понимала, где соперник есть, где он в теории может появиться и так далее. То есть инфа для команды Фнатик здесь очень важна. В это время Бумыч находит минус по Броуну на бойлере. И Сиг забирает. Это-то очень круто. И смотри, укрепление у команды Нави на Б. Втроем. Не-не, двигается игрок по сети. Как раз-таки это символ бегает туда-сюда. Пока не до конца понимает, откуда будет атака. Не попадает у нас Гардиан. Смачок. Открывается. Отлично, минус живи. Нужно убивать. Нужно убивать здесь Флэйми. Не попадает, не пошла стрельба чуть-чуть, но хороший прострел. Там вроде-то Бумыча был, но Кримс еще смог нашивать здесь. Бумыча 2 в 3. Оба красных у нас. Вообще все красные у нас, ребята, из Natic. Поэтому можно заходить. Да, минус голден. Ну, снайперская винтовка от Флюши и Кримс. Но киты есть. Темкой и Б3. Киты есть, поэтому команда Нави должна здесь идти, мне кажется, в ретейк. Потому что шестой раунд отдавать нельзя. Хотя и на следующий раунд. Да, и есть выбивание первого игрока, но один в один. Симпл против Флюши. 15 секунд и Флюша просто на наглости берет и пикает. Стемки и добывает для команды Fnatic шестой раунд уже за атаку. Но закупка в этом раунде также от Нави будет. Чуть-чуть не хватает. Вот эти постоянно у нас клатчи. Там один в один, один в два. Флюш вообще один в четыре раунд взял. Флюша и Кримс пока что главные действующие лица от команды Fnatic. И они действительно красавцы. Вроде все хорошо. Вроде ты в большинстве. Вроде вот эти ретейки, да, когда там в два в четыре какие-то идут. И ты все равно проигрываешь. По моральке бьет. Тайм-аут от Нави. Да, но и Андрей Городенский сейчас поговорит с командой. Возможно, мы увидим какие-то изменения в линии защиты. Возможно, кстати, Нави стоит даже поиграть в файт за Дугу, потому что они отдают, в принципе, и шведам. Там они пикают со старта. Ну а дальше, когда команда Fnatic отдает два молда. Предыдущий раунд был, когда в моле. Когда Бумыч. Бумыч, да. Вот, кстати, это нам раунд показывают. Вот одного он убил. Да, ну а там Голден в итоге минус два, по-моему, нашел. Это этот раунд или нет? Да-да-да, именно он. Да, но вот эти минус два от Голдена, конечно, сыграли, по сути, решающую роль. Вот там показывают, как раз, я лик в песках встал. И стяжка на б пошла. Ну что, раунд под номером восемь. Поехали. Шведы снова АВП. Крик, плюс два К-47 и МАК-10 для Голдена. Ну и Симпл. В руках снайперская винтовка у Гардиана все-таки. Симпл играет по-прежнему с М-кой. Но из 15-ти с 20-ки они готовы принимать выход на ребра по первому таймингу. Также снова твали ракующих под банан. Это Флюша. Прям в тело взорвалось под бутей. С Голденом, да. Ну и в ответ тоже полетели гранаты. И Бумыч пока что с новыми вдвоем играет на этой позиции. Но и, кстати, обратим внимание, что Бумыч очень редко занимает именно позицию КТ. Постоянно уходит ближе к 90. Ну либо ты играешь на подсадке там, на клумбе, да. Либо ты... Либо будешь отзонен. Ну либо будешь отзонен с Макком, да. И тебе все равно придется на 90. Слушайте, а там уже смог будет. Поэтому лучше играть с 90. Ой-ой-ой, славаак. Отомстил, отомстил Брауну. Он вспомнил, как его Браун уже забирал так под флешку. И в этот раз он ожидал. Браун каждый раунд играет с бойлера. Вот просто каждый. Ну и раскид. На раннем тайминге, позднем тайминге. Ответка сразу моментально Молик залетает здесь. Ну и втроем здесь. Отлично. У шведов не так много гранат остается. Всего лишь Молотов и Смок. И хорошая флешка прилетает. Бумыч отворачивается. А здесь Флюша запрыгивает. Говорит, добрый вечер. Пока 3 в 2 в пользу команды. Нави Кримс снова на высоте. И установленная бомба. Ретейк 2 в 2. Электроник плюс Гардиан. АВП плюс Кольт. Ну китов нет, но они там подберут у тиммейтов. По идее. Какой же подлый этот Кримс. Нет, Кримс красавчик. Он Симпл забрал самое главное, который выбегал у нас с сети. И в какой же классной позиции Кримс сейчас находится. Ну ладно, посмотрим за ретейком. Потом скажу одну вещь, которую заметил. Ну и Голден снова в темке. 18 секунд. Кримс спину будет уходить и решать этот раунд. В принципе, опять же на изи. Да, и последний электроник. Он не в позиции. Китов плюс ко всему нету. Это 7-1. Фнатик слишком уверенно. Это слишком хорошо. Ну и команда Нави сейчас будет играть, скорее всего, в БАЛЬ-2000. Потому что денег немного. 3 800, 4 300, 3 тысячи. 3 500 и так далее. Так вот, команда Фнатик, когда всегда одного, допустим, теряет на бойлере, либо на ребрах, моментально отходят все назад. И сразу же идут контактом Б с раскидкой. То есть, по сути, делают одни и те же раунды. То есть, какие у них два раунда были самые заметные. Это пропускают одного через арку, если находят первый минус на миде. Они пропускают в арку, другие уходят. Почти всегда все под БЭТом. Один или два раунда были только сыграны под базу А. Как раз, когда электроник играл на малых песках. Вот можешь предположить, какой сейчас счет у Джей Ви? Просто вот предположение по счету. Ну, там не больше трех, по идее, фрагов. Минус один. Нормально. А, ну, Джу Голдена поджег еще. Голдена, по-моему, или Бролена. Не, не, Голдена как раз два минус по 250. Минус один на шесть у него. Слушай, ну, у тебя в команде прущийся просто нереально Кримс и Флюша, которые делают всю командную работу. И Голден, плюс ко всему, красавший. Кримс, на самом деле, очень хороший, а им показывают. Гой, это парень, один из самых стабильных вообще стариков, которые сейчас вообще, в принципе, были. Один из самых стабильных игроков. Он всегда, каждый сезон, он прям с суперстабильностью от него веет. Бывают, да, там какие-то матчи, когда проседают, когда ты проигрываешь в одну калитку, но все равно этот парень. Один из немногих раундов, кстати, когда фнатики идут большинством под точку А, оставляли руку еще Флюшу под банан. Но Флюша сейчас заберет бомбу и, судя по всему, стянется к команде, потому что они уже ребра заняли. Ой, и Гарден, Гарден, Гарден. Как же здесь тебя Бролан-то по таймингу нашел. Но и в итоге два опорника на этой позиции не в позиции. А хотя электроника Симпл есть по фрагу. И Симпл! 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 Да ладно! Костелев берет борозды правления в свои руки, но остается Джаспер Вексел, у которого статистика минус 1-6. И эту статистику он сейчас попытается исправить убийством Александра Костелева на тюрьме. Есть первый фраг, 15 секунд. Нужно как-то идти за бомбой и ее установить, но кажется, что этого не допустит команда Na'Vi. Подожди, подожди, Джей Ви может исправиться сейчас. Ну нет, 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 нет. На дефолт. Не, не, на дефолт за первый ящик ставят. Первый убивает. И посмотри. Второго примерно читает, но должен выходить. Бумыч забирать туда. Есть второй раунд. Ну как же, как же Симпл там раздался от этого деглада. Саша, браво. Кто, если не он, будет тащить сейчас эту карту? Знаешь, мне кажется, вот для нас, точнее для команды Na'Vi, чем хороший этот раунд, что сейчас, возможно, он их окрылит. Да. И пойдут вот давить. Вот такой раунд нужен был. Обязательно. Такой раунд нужен был обязательно, потому что без такого раунда пока у Na'Vi ничего не клеится. А сейчас реально могут все начать уже щемить, потому что в какой позе вчера классные в форме были и Electronic, и Flame. Они у нас втроем были. На строчках лидеров, да, по убийствам. И Elite, и Flame, и Simple. Ну и, кстати, команда Fnatic, проиграв этот раунд, будет вынуждена играть экономически. Ну, максимум какие-то пистолеты будут. Знаете-ка, вчера та же самая ситуация была на URPS. Они 8-1 ввели, и до 8-7 они добили. Здесь, может быть, та же самая история. Так все и было. Ну и, слушай, это снова выход под базу, и Десантура от Кримзам. Ну и Simple здесь готов принимать первого. Так есть минус, Кримз на размене. Electronic также с песков работает, но по Кримзу не получил Simple на размене. Simple минус 3 в этом раунде уже. И последний, Jesper Vexel, который проходит на руках шикарно. Хочет по флейме еще 1 в 2. И шансы очень хорошего этого игрока. Как же он владеет этим деглом. А там у Simple-то 20 хп всего лишь, и Jesper не был готов к такому муву. Ну все, Simple просто минус 7 за 2 раунда. И команда Fnatic была перевернута буквально за 1 раунд. Победитель первой карты от нашего партнера париматч. 1-3 у нас на Fnatic и 3-3 на Na'Vi. Интересный кайф, интересный. Но на самом деле тут не все до конца ясно. Ну пока он по счету на самом деле больше ориентирован. Да-да-да, на 7-1 когда вот было, такой кайф и загорелся как раз. Ну да, в принципе по счету он отражает действительность. Так, ну и обращаем внимание на то, что у команды Fnatic всего лишь один армор на команду. Есть очень классные пистолеты по 250, деглы и небольшая раскидка. А здесь бумыч пошел тушить шведов на дуге. Но пока что сам потерял очень много хп и флейме. Теперь готов играть с кольта здесь в упоре. Получает еще немного урона Кримс, прокинутый гранат на почту. Ну и все, Кримс пошел, пошел. Его слышит периодически дэмэдж команда Na'Vi. Simple первый, возможно второго на дереве заберет. Но посмотрим, что там будет. Егор Васильев все-таки совладал с Броланом. Также минус Джаспер. Ну и все, есть вся информация по команде. Fnatic один минус нашел Голден. Ну и, наверное, это максимум, потому что 7 хп остается. И, по сути, Na'Vi должны забирать себе уже четвертый раунд. Да, по 250 есть у него, конечно. Но 7% здоровья не позволит ему кого-то здесь забрать. Хотя, ну да, со спины там Элик идет, уже поджимать будет Голдена. Боятся, боятся они этого парня. Потому что раундов 5 назад он уже 2 хп что-то хороших поставил на банане. Ну и тут на халяву, да, сейчас просто будет Элик забирать. Не извиняюсь. 7-4. 7-4. Ну и бай. У Кримза 15-5 статистика. Вообще абсолютно берсерк. 14-8. 14-8 simple, да. Но это сколько? Минус 7 за последние 2 раунда было. Просто жесть. У Кримза там тоже. Он в каждом раунде плюс-минус там, ну на каждом девайсе на раунде по минус 2 делает. Да, несмотря даже на то, что у Флюша 8-9, казалось бы, отрицательный КД на минус 1, но какой же важный раунд, да, туда взял 1 в 4? Это просто что-то с чем-то, потому что он во многом повлиял на таллинию экономику. Знаешь, ты можешь всю игру не играть, а вот какой-то там 27-й, 28-й ты берешь, и все, и твоя команда как-то... А здесь быстрый выход на мидл от команды Фнатик. Голден прикрывает Джей Ви, неплохо, но и Джаспер плюс ко всему еще флешку накинул хорошую. Ну и команда Фнатик снова занимает выход на ребра. Два опорника. Электроник плюс Гарди на ВП Кольт в паре. Но туда же стягивается еще и Бумыч. Ну и на базе Б оставляет только Флейми. Летели на ребра. Симпл ничего не смог сделать. Вроде хэдшот поставил по Кремзу, но не смог его добить. Именно очень нужный фраг должен был сделать Саша, но не получилось. Именно подразмен. Флешка на лонг, выход. Хороший смачок тут лежит от малых песков, я от библиотеки. Ну и только опасность от арки остается, которую тоже можно засмочить, в принципе, и взять в клещи плента. Ну вот сейчас команда Фнатик, пока лежат смаки на малых, да, можно проверить информацию по арке, дать инфу, что есть тут кто-то или нет, и дальше спокойно заходить просто, либо сплитить базу Б, либо заходить на А. Ну и команда Нави. По идее, кажется, что-то понимаю, да, есть информация о том, что на руку прошли, Бумыч совладал с Джаспером, вот это хорошо, 4 в 4. И времени не так много, остается Бумыч на развороте, еще минус по Кремзу, вот это вообще шикарно. Ну и все-таки это действительно выход под базу Б, но по Флейме до сих пор нет инфу, он играет за Б3. Это, возможно, вероятно, предполагает команда Фнатик, но до конца инфы нету. И, наконец-таки, от Егора есть минус, погибает Голден, и также погибает Флюша, последний Бролан, 95 хп, времени очень мало, есть инфа по двум соперникам, да. И то, что он с Бананом бежал, его тоже должен был слышать там Флейме примерно. Есть секунд. Ну, Флейме он должен был убивать, но Бумыч именно вовремя выходит. Бумыч, конечно, очень классно отыграл свою роль сейчас. Бумыч красава. Закрыл всю перетяжку команды Фнатик, ну а Фнатиков можно похвалить за довольно смелые решения, несмотря на то, что они заняли ребра, дали первый минус на миде, понимая, что, скорее всего, максимум два игрока, и они могут, в принципе, большинством закрыть команду оппонента под этой позицией, но решили сыграть снова в своем стиле. Да, команда Фнатик очень любит выходить с плитом, постоянно базу Б, и это вообще их любимая точка на этой карте. Ну и Бролл немного паник как-то. Но это уже вторая пауза для шведов. Собирается, может, или просто слушает внимательно? Слушай, ну, команды нами, наоборот, от таких вот, да, вот после, помнишь, раунды от Симпла, когда он дал минус три с дегла, вот, они сразу набрали три раунда. Все, вот это мораль, от чего во многом так же зависит и СНГ команда. И дальше можно добивать, можно половину эту забирать? Можно, нужно, но команда Фнатик, кстати, ровно один раунд отделяет от этого, от этой ачивки, первая половина. Ну, посмотрим, АВП, два кольта, два калаша у команды Нави, плюс экономика уже не самая плохая. А вот у шведов сейчас раунд с пистолетами, три армора есть, три флешки на команду, и выход, быстрый контакт на банан, флешка прилетает Егору, и здесь, если бы... Сейчас еще хорошее, конечно, залетит. Да, убивает здесь Кримза. Кримс умудряется пристрелять у нас здесь Флейми. Флейми очень, очень, точнее, подожди, да, Флейми же был? Флейми, по-моему. Да, унес девайса с банана. Ну, а здесь Симпл уже готов принимать выход от шведов. Болик залетает. В точку Б, ну и здесь Бумыч, да, первый минус находит. Бумычу нужно уходить. Это, кстати, Бумыч был. Бумычу три хп. И вот Аджи Вив встречает. Какой же раунд опять, этот неприятный раунд. Хорошо очень стреляет, на самом деле, Фнатике. Ну, это быстрый контакт на банане, он у них практически всегда получается. В этом матче это вообще стопроцентная реализация, это два раунда из двух. Подсадку какую мутят. Вот неприятно опять. Жесткие шведы, жесткие. Но у команды Na'Vi есть раскидка, есть Молотов, у Гардиана. 25 секунд. Пойдут ли? Ну, по-моему, просто на экзит фраги будут играть дальше. Хотя девайсы убить, чтобы в следующем раунде не все так круто было. Ну, это восьмерка для Фнатика. Это восемь раундов, это первая половина за ними. Хотя как будет не все круто, если это раунд был? Ну, в дальнейшем, в дальнейшем, может, через пару раундов. Вот как раз. Когда кончится первая половина. Да, да, да. И второго тоже Элик забирает, красиво отыграл. Да, два девайса выбил, но может быть именно на последний раунд не хватит. Да, вот они сейчас закупятся, а потом уже не суперкрутой бай будет от На'Vi. Потому что, ну, два девайса потеряли, это плохо. Что вот, видишь, денежки тратит. Сейчас Golden тоже потратит свои, там, пять с лишним тысяч. Тотал-раунды на первую карту от нашего партнера париматч. 2.65 классика, да, вот эта классика. 2.65. 1.75 на до и на больше 2.01. Два раунда осталось. Первая половина. По девятой у нас у Бумыча. Две снайперские винтовки. Краски Гардин и Симпл. Калаш у Элика, которым подобрал и Флейми с предсадкой МК. Так, ну здесь новый ранний файт на дуге и получает урон и Фнатики, и Нави. Но не критично. И Симпл берет, наконец-таки, АВП в руки. Я думаю, многие этого ждали. И, наконец-таки, дождались. И, в принципе, команда Нави в этом раунде играет в два АВика. Гардин плюс Симпл. Ну что же, Александр Костолев попадает по флюше. Но у того остается 10 ХП. И команда Фнатика, смотрите-ка, просто моментально переносится на мидл за тем, чтобы занять ребра и, возможно, качнуть соперника вновь и уйти каким-то сплитом на базу Б. Вот интересно, что сейчас в голове у Фнатик, да, потому что у них пару раз сплит не удался. Будут ли они вновь, так скажем, испытывать удачу и идти в нахладовую ситуацию? И идти в нахладовую ситуацию. И опять на Гардина. Гардин выходит в сайт. Но Нави отдают ребра, регулярно отдают ребра команде Фнатик, кроме когда у них бай 2000. Нави очень пассивно на банане играет, никогда не занимают хорошо. Потому что, ну, могли бы играть 1-4, да, как у нас многие команды умеют играть. Нет, сначала там два, просто потом один занимает, а другой выстягивается обратно к команде. Ну, знаешь, там занять именно машину, ну, или бочки, да, и в фрышке чекать. Смотри, как гранатами работает команда Фнатик, отрезают полностью хилпус больших песков. Гардин минус, Флейми также фраг по Голдену. Ну, и Электроника-то отзонили, но ему, в принципе, от этого ни горячо, ни холло. Он еще и минус по кремзу находит, Электроник минус. Два, и со спины приходит Кирилл Бумыч и забирает еще и девайс. А у команды Фнатик большие неприятности на последний раунд первой половины, потому что денег там недостаточно для комфортной закупки всех игроков этой шведской команды. Но Нави все хорошо. Почему? Потому что в предыдущем раунде... Остались, и Элек эти два девайса забрал. Умница, Электроник. Ну, там и Бумыч в том раунде классно действовал, когда он, да, вот Егор Васильев погиб на дуге, а Бумыч просто эти девайсы пытался унести, да, так скажем, пересвапом. Ну, и это тоже в какой-то мере повлияло на исход. Ну, посмотрим. 8-6, последний раунд первой половины, и Фнатики снова быстрый контакт, бегут под базу Б. Ой, и там Молотов прилетел, горит Бумыч, но быстро этот Молотов потушили. А Джей Ви минус по Гардину с Бронном в паре работал. А ЛДЖВи вообще с ямой этот минус сделал. Как же хорош Вексел, а? Как же он хорош. Ну, и Нави в меньшинстве попытается забрать этот раунд. Ой-ой-ой, а тут только лишь один Электроник. Папа Троник, пора включаться прямо сейчас, но Бролан на кураже ставит голову, и пошел зонинг дымовыми гранатами. Ух ты, но Симпл пока что жив, жива надежда. Но Смаки хорошие лежат уже на просвете, поэтому команда Фнатик будет играть удержание бомбы 4 в 3. И, кажется, тяжело им будет помешать в этом преуспеть. Очень неприятно, да, девайсов вроде нету, но есть именно снайперская винтовка от Джей Ви. Ну и Мак-10 от Голдена, он красненький, его там скорее всего разменяет. А там уже в спину будет выходить саппартов, как раз-таки игрок команды Фнатик. Но очень трудно будет взять. 3 в 4, Смаки опять же валяются. Талаш подбирает здесь Симпл. Будет заход, Джей Ви минус первый, Голден минус второй. Ну и последний остается у нас здесь Папа Симпл. И Джей Ви его тоже с глаз забирает. Браво, Джей Ви! Хорошо он начал, Бролан ему, в принципе, помог в этом, да, на лангу. И закончили 8-7. Очень много вот этих раундов ненужных на Ви отдали. Вот это пистолетки, по-моему, штуки. Два раза. Два раза они отдали пистолетку, хотя могли. Счет на 6-9. Ну, в свою пользу 9-6 заканчивать, а то и 10-5, наверное, эту половину. Ну, мы могли, слушай, ну, ладно, не будем о том говорить, что могло бы быть. По факту 9 раундов в атаке от шведов это очень хороший результат, как по мне. Поэтому на Ви, ну, во-первых, придется брать пистолетку. В чем они, кстати, регулярно преуспевают. По-моему, в ЕГЭ они забрали 5 из 6 пистолетов. 5 из 6, да, там было. И сейчас важно также показать хорошую пистолетку на смене сторон. Но, кстати, первую пистолетку они слили вообще в салат. Вообще в салат. То есть там и флейм изначально не пошло, но и, в принципе, отдали потом точку Б. Их клатч очень много. Опять же, вот эти клатчи, вот этот там показывает флюшу, когда он берет 1 на 4, и там буквально 0,3 секунды флейми не успевает. Это, конечно, печаль. Ну, даже улыбается, да, так иронично. И, Егор, понимая, что, блин, мог бы на самом деле вот и успеть. Вот доли секунды, да, вот как же. Я думаю, многие любят игру Counter-Strike за то, что во многом она и непредсказуема. Во многом это игра таймингов, да, вот где-то секунды разделяет. Флюша, да, он, получается, 2 стопроцентных, ну, не стопроцентных, вот этот второй СВП был, конечно, полегче с точки зрения реализации. То есть Сашка в ответку тоже давал, вот такие вот. Ну, вот, после чего и пошел мини-комбэк, как команда Na'Vi. Три раунда потом следом они после этого взяли. Ну, и вот на дуге каждый раз у команды Na'Vi были какие-то проблемы. Не занимали они дугу, как правило, не выжимали оппонента. Ну, и, наверное, это, в принципе, командное решение до карты бы такое было. Ну, и Бумыч тоже в важнейшем раунде на счете 8-4 принял отлично двоих перетягивающихся у команды Fnatic через арку на КТ и готовили сплит на эту позицию. Ну, а Бролл в очередной раз свою позицию отыграл на шедевральном уровне. В принципе, команда Fnatic, честно, меня очень радует, несмотря на то, что, да, мы болеем за команду Na'Vi. В большинстве своем понимаем, что и болельщики команды из Швеции. Мне кажется, вот они опять вот этот свой плейстайл выработали, непонятный для современного Counter-Strike, когда они идут и играют контактом, очень мало флешек, на тебя просто выползают, выходят и перестреливают. Ты просто от своей жесткой стрельбы отталкиваешься. И у них это получается, реально получается. Они играют на всех картах. Они неудобный соперник, давай будем говорить так. Неудобный плейстайл, на самом деле, он непривычный плейстайл. Потому что все тайминги сбиваются, а ты не думаешь, что он тебя там выйдет просто так, без каких-либо флешек. Вот так вот на контроле, оп, привет. Да, они могут тебя с гранатой в руках ловить или с каким-то пересвапом и так далее. Поэтому, на самом деле, фнатики с этим плейстайлом, они очень противные. Слушай, но в любом случае команда Na'Vi к ним индивидуально готовилась. Я думаю, вчерашний день был прожит не зря. Отрожденных побеждать, я думаю, они смотрели матч команды Fnatic против Liquid. Деньги закрывали 2-0. И, кстати, Inferno-то было, поэтому Na'Vi знают, что ожидать. Не второй половине знают, наверное, как будут стоять в диффенсе команды Fnatic. Ну что, вторая пистолетка будет стартовать уже очень скоро. Ну а вы, дорогие друзья, щиты в чат, зарожденных побеждает. Ну и сердечки, если вы за команду Fnatic, я думаю, болельщиков этой шведской дружины, богоподобной пятерки из Швеции, я так себе позволю высказаться. Действительно, очень-очень много. Разгоняются тоже парни. Очень хорошо они провели там последние месяца полтора-два. Да вообще у них последний полгод как-то прям, да. Если вот брать условным графиком, да, то это вот примерно с такой стагнацией моментально вот так вот пошло вверх-вверх. Холмиками вот так вот. Так, вот так вот так. Ну главное, что он идет вверх. И вверх и ползет, да, полномерно. И вот они уже добрались до топ-4. Ну а кто знает, возможно, после этого турнира в принципе подберутся вплотную к топ-1, заняв вторую строчку. Но это должно случиться только в случае того, если команда Fnatic победит в рамках этого турнира, что сделать им будет, правда, очень сложно, потому что... Ну кто остались? Мауза? На другом берегу как бы красная машина. Две красные машины. Ну одна прям супер-красная машина, а вторая такая. Пока игрушечная, но хорош в форме. Да, мини-трансформер. Но этот матч, кстати, будет следующим, дорогие друзья. На этом же канале, поэтому не только этой встрече мы сегодня будем праздновать вечер Counter-Strike. Знаешь, что там? Там эстонская машина. Там эстонская машина, там еще один словак в виде фроузена. Фроузен. Ну, Робс тоже. Это его один из лучших, наверное, турниров в этом сезоне. Прямо очень круто смотрится. Ну что же, желаем удачи команде 9 на второй пистолетке. Здесь уже JV пикает бойлер 15 хп. Надо было добивать, я думаю, он догонит, догонит, догонит. Симпал, да ладно! Промах. А если попал бы, скорее всего, убивал. Нет, у него 13% здоровья, Глок не забрал бы с одной пылью. Ну, в пятку, тем более, там залетало бы. Ладно, смотрим дальше. Выход десантура от команды Na'Vi. Словак просто в прыжке ставит голову в Экселу. Но в смоках мутится, мутится. В итоге Ролан падает, Кримс тоже минус. И два игрока остаются на малых песках. И просто пошла давка какая-то. Но Golden с Грант нашел минус по Гардену. Но последний тоже погибает на малых. Это Флюша. И еще больше в Салатов на Тике проиграли пистолетку, чем сделала эта команда Na'Vi на первой половине. Тут как-то да, прям в одну калитку. Победитель первой карты от нашего партнера по рематчу. 1.45 на Тик и 2.62. Na'Vi упал он. Был 3.3. Сейчас уже 2.62. Но подровняли, понятное дело, здесь Na'Vi. И повторюсь, у Na'Vi сильная сторона на всех картах – это атака. И поэтому тут 6.9 – это ничего вообще не значит. Это нет никакого преимущества. И пистолетки, опять же. Эти пистолетки, которые Na'Vi забирают на регулярной основе – это их большой плюс. Да, но и здесь команда Fnatic прибегает к форсированной закупке. Что, кстати, очень хорошо для команды Na'Vi в случае того, если Na'Vi выиграет этот раунд, потому что у них, скорее всего, будет 9.9 счет в таком случае. Электроник был подсажен на стену на банане, дает первая информация, что никого в упоре нет. Поэтому нет. У Na'Vi сейчас вот такое смешанное, я думаю, чувство, сколько игроков на базе B. Потому что инфы в принципе нет. Это может быть 100, как 3, как 4 игроков. Это лотерея. Просто на ЭКО или на форс-раундах. Это да. Идти туда, не идти. А B сайт, он вообще неудобный, потому что если ты его нормально не скидаешь, то там за всеми ящиками могут спрятаться у тебя игроки. Поэтому лучше выходить на A сайт. А как правило, после только пистолетки гранатов от себя не так-то и много, в принципе. Потому что хочется себя аэрмором вторым побаловать, потому что вероятность того, что тебе прилетит в голову с каких-то пистолетов, она крайне велика, и тебе это нужно нивелировать. Ну смотри, на все про все. У нас один дым у Гардиана и один молик у Флейме. Соответственно, что мы будем делать? Скорее всего, пойдем мы на А с такими гранатами. Ой-ой-ой, Бролан все-таки отдает позицию. Но правильно поступала команда Фнатик. Нужно было где-то инфу искать, потому что просто с пистолетами стоять на дефолтах, это не гоже. Ну и Джей Ви со своим сигнатурным скаутом. Флейме еще минус по апартам. Кримс погибает минус в Эксел. И также это восьмой раунд для команды Нави. Да, и Флюша, конечно же, будет с Голденом вероятнее всего сейвить. Здесь даже никаких экзит-фрагов они не будут делать. Хотя вот игроки Нави могут пойти по фарм. Там элик остался. На банану не пропустит. Я думаю, можно туда бумочек какого-то отправлять вместе с Гардианом. Пускай с фармганами с вами бегут и ищут. В принципе, уже они стартанули. Да, 600 долларов на такой стадии игры не лишнее. Остались тут как раз-таки оба, они почему-то в сайде. Именно два фармгана. А вот Сашка Симпл пошел искать на пару с электроником. Прошивают бочки, никого не находят. Тоже такое, на самом деле, коварное место, когда те идут искать. Можно там затаиться и потом в спину нащелкать. Гардиан с юспом. Заметил, заметил за Б3. Ну Нави так, знаешь, они вроде пошли, да, повыбивать эти девайсы, но настолько сами аккуратно играют, потому что отдавать те же фармилки, это очень рискованно может быть. Какой-нибудь стак банана, да, в пятером на следующем раунде, туда Нави решат пойти, а там и у тебя и ЦЗ, и Тигл, и плюс фармилка остается. Ну и куда подальше. Бог с ним. Лучше сыграем против трех юспов и двух парней с вторыми пистолетами и арморами, чем против какой-то фармилки. Фармилка реально можно собрать. Это же противное оружие. Что маг, что им по девятые. Ну что, поехали, Гарден в руках. МАК-10, хороший респаун на то, чтобы быстро занять гранат. Хорошая еще, Хаеш, должна залетать и вторая. Гранат бодренькая. Успели отпрыгнуть. Просто успели отпрыгнуть. Там залетел урон, но там буквально по 5-6 хп. Там Бролон без армора был, на самом деле. Если бы он не отошел раньше, они бы синхронно полетели, они Бролона бы подкинули здесь. Смотри на перетяжку, команда Фнатик решила, что раз Нави раскидались и, возможно, качнут под А. Фнатик играет сейчас в угадайку, и скорее это более верное решение, чем то, которое могло бы быть. Они могли просто стоять там втроем на базе Б, двоих оставлять на А, либо наоборот. Но сейчас команда Нави очень аккуратно подступает к базе Б. Ну и там на 90 флюша с чешкой это очень опасно. Да, пусть это и не Дигл на дальних расстояниях, но все-таки это флюша. И вот, вот, пожалуйста, вот, пожалуйста, Симпл погибает. ЦЗшка на такой дистанции тоже смогла найти свои дивиденды. Но Бомба пока что не спалилась, поэтому Фнатики остаются в четвером на базе А и ждут перетяжки. Это, на самом деле, настолько мув на шарах от команды Фнатик сейчас, что оно действительно достойно уважения. Ну, в принципе, так и может быть, потому что... И так тебе пистолет делает минус, еще перетяжка сюда пойдет. Гардиан хорошо здесь забирает, но все, отлично, Нави. Угадали с плантом. Здесь никого не оказалось. И Бума сейчас встретит тут троих! Ой-ой-ой, нужно бежать. Нельзя девайс терять ни в коем случае. 9% здоровья там остается. Ему сейчас халпа моментально идет, с банана уже тут перетягивается электроник. Бумыч убегает, у Свояси. Ну, умирать нельзя. Потому что денег в нем сколько там? 2050. Да, ну и желательно, конечно, команде Фнатик сейчас какой-то девайс выбить было бы, в теории, да, у команды Нави. Там есть все-таки два калаша. Да тот же МАК-10 был бы не лишним. Команда на Фнатик могла бы сыграть агрессивный банан, либо же, наоборот, агрессивный апарте бойлер, что-то подобное. Ну, посмотрим. Посмотрим. Здесь все-таки шведы три раунда подряд нас с моей стороны дают. И у нас, по сути, экранизация первой половины только реверсивная, потому что Фнатик сначала забирали три, да, потом теперь команда Нави забирает три раунда. Временная ничья. Да, но это пистолетка. Это последствия пистолетки и проигранного форса. Опа, заметил. Привет. Привет, Андрей. Привет, Джей Ви. Девять-девять. Подровняли Нави. Отлично, отлично. Кулачки обязательно, обязательно. Плюс моральки, Гардин. Давай, это все, раздавайся. Блэйтс вообще спокойный, не паникует, не нервничает. Ну, всегда, в принципе, хладнокровный. Все под контролем, вроде как. И смотрим этот первый девайсный, очень важный как раз-таки для... Не шведского, господи. Для шведов тоже. Для всех он важный. Для шведского коллектива и для украинского. У Джей Ви АВП сейчас на старте этого раунда Электроник. Здесь немножко погорел на банане. Ну и шведы, на самом деле, вот под стать команде Нави. Играют тоже очень пассивную приемку, но все-таки Флюша дальше решил пойти и наказать Электроника. У него это, кстати, очень даже хорошо получилось. Здесь же в упоре Голден получает Молотов под старт. Здесь флешка хорошая. Голден с дилем пикает, но все-таки находит минус по Гардину, но бумач на размене 3 в 4. Ай-яй-яй, а есть ли информация о том, что Флюша очень битый у команды Нави? Думаю, что нету. Думаю, что нету. Есть инфа о том, что он, в принципе, получил урон, но конкретно сколько нету. Ну и Флюша здесь пока что один опорник, к нему стягивает сюда номер 0, это Бролан. Кинул бы кто-то сейчас хаеш вот это вот от потолка именно на чек. Было бы неплохо, но... Но команда Фнатик сейчас, опять же, под фейки вообще эту команду развести очень тяжело. Она... Знаешь, вот золотое правило, да? Вот не видишь бомбу, не рыпайся. Стой на своих местах. Вот сейчас, правда, Бролан дает информацию. Парни под нас заходят, и в итоге бумач находит минус. А там же все же Флюша. Ну, прочекай этой команды. Нави, да, есть минус от Симпла, но как же он здесь по ХП-то просел. В итоге 2 в 3, АВП и Кольт от Крим за. Ну, слушай, если сейчас по первым там 15 секундам не найдет команда Фнатик минус, это нужно будет уходить просто смело на сейф. Ретейк здесь крайне тяжело будет без китов сделать. Но опять же, Крим сейчас пойдет, посмотрит, церковь уже... Очень хорошая позиционка у Нави сейчас. Прочекал, да. Они прям отлично стоят, причем играют 2М с Темки. А, нет, не Темки, там на ящиках стоит. Да, на ящиках. То есть, да, здесь это 10-й раунд уже для команды Нави. И мы их с этим поздравляем. 4 к ряду в атаке. Первый раз, по-моему, выходят они у нас... Вперед, да, это правда. На этой карте. И с этим тоже поздравляем. 10-9 за Нату Свинсер. Да, но вот пока что у Бролан и Джей Ви именно по индивидуальной статистике игра не особо идет. 7-4, 7-16. Хотя Бролан неплохо открывал как раз-таки... Мидлбойлер. Асай, да. Но сейчас вторая половина и придется... И приходится обороняться уже. Ну и болельщиков показывают, которые прямо сейчас находятся в Одинсе. В Дании, где проходит, собственно, это мероприятие. 750 тысяч долларов общий призовой фонд этого турнира. Неплохие деньги. Не то чтобы неплохие, это шикарные деньги. Но, опять же, вот конкретно для этих, да, вот тегов легендарных и Fnatic, и Na'Vi, все-таки здесь в первую очередь, я не отрицаю, что деньги важны, но в первую очередь это вот битва. Да, не за хайп, наверное, да, все-таки битва за респект. Ты, в принципе, идешь играть за победу, за деньги, за тарелки, за кубки. За признание. За признание и так далее. Да, за всенародную любовь. Ну и это, кстати, третья, по-моему, пауза. Я не успел обратить внимание, по-моему, да, это третья пауза была от команды Fnatic. И еще одна у них в запасе остается. А раундов-то мало отыграли во второй половине. Четыре? Да. И четыре подряд за Na'Vi пока что. Эту паузу нужно оставлять именно до самого последнего момента. Хотя Na'Vi сейчас могут, опять же, набить такой стрик, что тут паузу придется ставить довольно-таки быстро. Флешка залетает. JV выгнали Смита. Ходит он на лонг. Симпл чекает. И опять попытка занять банан. Ну, Na'Vi тоже хорошо, в принципе, этот банан занимает. Fnatic пытается за него бороться, но Na'Vi каждый раз они выигрывают его. За счет большого количества людей, да, ты вдвоем не можешь так откинуть. У тебя просто гранат не хватает, а там на банане люди меняются и меняются. И новые гранаты, и новые гранаты постоянно. Ты вынужден рано или поздно просто уходить в сайт. Ну и в итоге команда Fnatic оставляет два толкового девайса под базой А в надежде, что Na'Vi пойдут именно сюда. Но Na'Vi, кстати, под стать Fnatic'ом так же, как те же играли в первой половине. В большинстве своем пытаются нагнетать именно под точкой B. И, наверное, пока что это правильно. Вот правильно. Ты занял банан за полминуты, да? Ну, не за полминуты, а за минуту, да? Ты сейчас идешь на ребра. Опять же, развлекаешь на ребрах. Когда ты эти две точки отжал, ребра и банан, ты уже начинаешь разводить. Потому что если ты отдаешь и ту, и ту точку, ну, ты не сможешь за атаку играть. Оставили последнего Электроника, Леру Кующего под этой позиции. Будет он давать смещение с базы B. И понимает команда Na'Vi, что они сейчас в любом случае в большинстве будут выходить на команду Fnatic. И, кстати, шведы играют в довольно агрессивной манере. Элик перетяжку слушает. Да-да-да, я про это и говорю, что он будет давать информацию о перемещении команды Fnatic с базы B на A. Если таковая будет. Он говорит, что перемещенники их он точно не слышал. Поэтому, наверное, все-таки зайдут. И в дефолт нужно будет смотреть в первую очередь. Отлично, Элик, минус голден. У-у-у, JV, но здесь что-то не пошло. Смотри, ты посмотри, что Бумыч делает, а? И треющий. Ой-ой-ой. Еще одного можно, но, кстати, там погибает. В итоге 7 секунд, 7 секунд, бомба. Ой-ой-ой, 5 секунд в смоках кроется JV. JV, ну, нет, надо было искать эти фраг, и в итоге не успевает электроник поставить бомбу. Что там произошло? Да, я тоже не понял. Ну, здесь и Бумыч в такой классной позиции, там доходил фраги и электроник. Такая заваруха прошла на двух планетах, это просто жесть. Наибомба в итоге снова была утеряна. Затянули с таймингом команда Na'Vi, но выбили большинство девайсов, что тоже неплохо. У Na'Vi проблем по экономике нету, поэтому здесь будут закупаться. Ну, раунд неприятный для команды Na'Vi. Там два человека было против четверых, вроде как же. И вдвоем они просто забрали. Да флюша с СЗшкой был, и все. А, и снайперская метовка была от JV. Вот они вдвоем всех и покрошили. Я посмотрел, сейчас реплей, получается, JV нашел фраг с КТ, и флюша с 90 разменялась, и там уже 4 секунды оставалось. Флейми не успела поставить бомбу абсолютно никак. Да, ну ладно, выводы просто главное сделать. Здесь на этом акцентировать внимание абсолютно не нужно. Зачем себя загонять в какой-то там тильт или лишний раздумий. Новый раунд, новые мысли и так далее. Не дочитали, не достреляли, поздно вышли. В следующий раз просто сделали внимательнее, и все. Следующий раунд, новый день, поехали. 10-10. Вот это, конечно, матч. Ты не проиграешь с разгромным счетом. Ты борешься, и ты борешься достойно. И ты планируешь выиграть эту карту, самое главное. Так, ну что же, быстрый раунд от команды Na'Vi занимает. Банан, но здесь флюша минус раз, минус два, без проблем справляется с Гарденом и Симплом. И уже без двух действующих игроков команда Na'Vi остается. Уже, правда, не действующих в этом раунде. Ну и первого минуса даже от команды Na'Vi не было. Даже не то, что первого минуса, а размена никакого не было. Вот что хорошо именно для шведов сейчас. Флюшу очень сильно набили. Да, он еще и с этими 24-ми ХП может фраги найти. Но как происходят обычно такие раунды? Сейчас произойдет минус на гробах, если произойдет. А флюшу потом красного забирают с этим. И ты просто остаешься 3 в 3 и берешь раунд. Ну, классика 3 в 5. Как это забирается? Ну, 3 в 5 играбельно. 3 в 5 играбельно, тем более два опорника. За атаку играбельно, за защиту неиграбельно. За защиту тяжело. Не, ну, бывает моменты. Бывает, но... Ну, крайне редко. По сравнению с атакой, так точно. Ну, и в итоге команда Na'Vi 50 секунд времени. Флейми на балконе. Пока что информации нет. Ай-яй-яй, как же GV-то можно было бы забрать. Но там, точнее, это было бы нереально. Потому что Брон все это время контроля Лапарта GV. В итоге на Апартах нашел фраг во Флейми. Тайминговый молот под двадцатку. И команда Na'Vi вынуждена отступать назад. Чуть ли не сейф, может быть. Хотя бы на небольшой промежуток времени. 30 секунд. Просто на стрельбе сейчас в натике вытащили. Флюша, два хороших минуса и GV. Без каких-либо раундов. Крым сейчас тут может вообще смочевать. Ну, 17 секунд. Ну, не имея понимания точно, где играет как минимум второй игрок опорной зоны база. Но это было бы идти, наверное, неправильно. Электронику надо уже здесь входить на сейф. Но он попытается хотя бы на минус экономик поиграть. Так как понимает, что у его команды деньги будут на следующий раунд. Попытаться лишить на перспективу команду Fnatic этих девайсов. Но нет, здесь GV непреклонен. Но GV наконец-таки полетела. Это правда, GV попадает в важнейший храги сейчас. Как у нас по статистике? У него было минус 1-6. Где-то там на седьмом раунде. Минус 1-6. А сейчас у него 12-14. Очень круто включился он за защиту. Ну что, команда Na'Vi снова закупка. Как мне показалось, на самом деле в предыдущем раунде не хватило еще одной флешки при выходе на дугу. Там флешка была слишком ранняя. И когда команда Na'Vi выходила, уже эффект флеша спал. Подухаланно. Да, да, да. На флюшу. Поэтому смотрим. Команда Fnatic снова в агрессивной манере. Играет вокруг центрального коридора. Заняли, во-первых, этот коридор. И дали информацию своим тиммейтам, что никого там не было. Это для Ви у него агрессия в крови. Это да. Он хочет поджимать, убивать сразу. Он не хочет ждать. Пока там через минуту-полторы на него придут. В начале раунда уже несется куда-то. Так, ну что. Минута 20. Команда Na'Vi. Здесь, кстати, Fnatic даже спокойно отдает банан. Мол, забирайте. И команда Fnatic, я думаю, прекрасно понимает, что сейчас делать. Кримс. В нубке на 15. Ну и дальше флешка на выход под электроника. Подсадка. Ай-яй-яй-яй-яй. Здесь, кстати, было опасно и для шведов, и для команды Na'Vi. Могло бы в дымы залететь что одному, что второму. Но не совсем прагматичный выбор был. Но окей, играем дальше. На два лиркующих под базой А. Элик отлично минус. Да, Элик под B нашел, но размен от флюша снова с 90. А вот электроник минус 2. Все, база B пустая. Об этом команда Na'Vi пока что не знает, но, я думаю, догадывается. Перетяжка от Кримса была закаверена в флейме. И 4-2. Да, это сейв. Это сейв. Но, опять же, они сейчас будут очень бояться здесь, потому что здесь остался у нас флейме. И он ждет. Флейме дожидается. Он прекрасно понимает, что сейчас где-то будет сейв. Он их не хочет отпускать от точки. Не хочет давать пройти как раз в сторону Терри Спа, чтобы они потерялись. И будет пытаться сейчас тут вычислять как раз игроков. Команды Na'Vi не двигаются у нас пока. На Ави с экономикой все плохо. Егор натопал. Да, теперь по нему есть информация. Не, не, его не слышали. А, его брал, да, не брал, потому что он ушел обратно. Далековато, далековато. Ну и в итоге, по идее, засейвят эти два девайса команды Fnatic. Флейме может префом сейчас куда-то вот сюда выходить, потому что в этой точке часто очень сейвят. Но уже все. Не рискует. 11-11, 22 раунда прошли в крайне крепкой борьбе, что от одних, что от вторых. И пока команды находятся в стадии паритета. Что дальше? Что дальше? У шведов есть проблемы по экономике на следующий раунд. Если проиграет эту команду, Na'Vi несколько получше. Эта ситуация за счет там четырех раундов стрик подряд плюс установленных бомб. Но тоже экономика не резиновая. Ну и посмотрим, что сейчас команда Fnatic будет делать. Так, четыре кольта и АВП. Или же три кольта АВП. Там Кримс почему-то пока что без оружия. Опять пик от Голдена. О, слепый Мелик просто нашивает здесь Голдена. Его очень жестко тормознул сейчас ХЕшка. Он и в Молике был, и в ХЕшке. Его еще и нашили. Очень неприятно сейчас было для Голдена. Просто нарвался на все. Такой трипл комбо словил. И смотри как Fnatic. Да, в предыдущем раунде была агрессия на мидл в исполнении живи. Сейчас в этом раунде была агрессия со стороны Голдена. Они пытались первый контакт навязать. Найти преимущество плюс один для себя. И дальше выйти в закрытую команду Na'Vi, чтобы те не могли нормально выйти. И чтобы где-то у них было меньшинство. А для команды Fnatic это очень важно сейчас. Ну и NFR, конечно, правда, пекло. Это пекло сущее. Жесткие качели. Очень жесткие качели. Но и команда-то все-таки равного уровня. Тир-один коллективы. И шведы пока что доказывают в очередной раз тот факт, что они находятся в шедевральной форме. Там пикать будет JV. И да, минус по нему делает. JV 4 в 4. Ну и в итоге здесь два опорника на базе B остаются. Это флюши плюс Кримс. Ай-яй-яй. Симпл здесь начинает в дымы работать. И, кстати, был близок в своих догадках насчет конкурента. И выходит под B. Да, причем на ноге, ну его здесь на репик должны. Но электроник хорошо есть. По-первыхому, размен от Александра Костелева заход на базу B состоялся. Это 3 в 2. Ай-яй-яй-яй-яй. А там бумач-то снова в спину будет выходить. Но, кстати, в тайминг может не попасть. Потому что уже один игрок АКТ, второй на констракшен. Он до снайпера должен успевать. По идее, до JV. Там опять же. А ты бумач-хитрец. Ну хитрец. Ты посмотри, что делать. Ты посмотри на этого бумача. Опа. Ну, кстати, по нему попал. В итоге брал он по голове. Один с хп оставил. Сейчас стабуляцию надо включить. Посмотреть, что последний JV. Скорее всего, со снайперской винтовкой. Да. И просто его тут уже пикают. Но B2000 будут играть шведы, скорее всего. Если не зафорсят, конечно. Потому что здесь, в принципе, у трех игроков 4500 и больше. Одна пауза у них осталась. Напоминаем. Ну, я думаю, в следующем раунде она будет взята. Ее пока идут такие качели. Пока идут качели. Пока все нормально. Именно в какой-то ответственный момент ее нужно будет взять. Уже под конец. Когда какой-то форс раунд нужно будет отыграть. Потому что сейчас, если ты возьмешь, у тебя все. У тебя уже аутов не будет. Ты сам. Координатор сам будет решать. Игроки сами будут решать. Смотри. У них в предыдущем раунде и в позапредыдущем было две аркады. Банан плюс мидл. Что сейчас будет делать команда Fnatic? Пистолеты снова будут вынуждать тебя сближаться. В любом случае. И Кримс в итоге занимает бойлер. Это хорошее решение. Правда, будет ли к этому готова команда Най поедти? Должна быть. Но Кримс дегла уже вносит. Просто 70 урона по бумачу сразу. Очень грамотно сделал. Потому что он запрыгнул. Он не с балкона зашел. Он с перила балкона зашел. И он оказался выше. Он даже не зашел. Он просто там остался на периле. Он выше прицела оказался. Да. Так было бы в голову. Ну, скорее всего. Ну, и в итоге команда Най по первому тайму снова понимает, что шведы отдают им дугу. И пока что 2-3 все так же в дефолте играет шведская команда. Ну, вот этот 1-2 смог под ковры. Это очень дефолтная вещь. Команда Най даже на эту вещь не забайтилась, если бы даже туда пошла бы. Потому что это слишком очевидно. Ну, и граната от JV сейчас какая-то на мидл. Может сочная просто прилететь по гардену и стимплу. Вот прям сейчас. А там бумач 30-ка. Пам! Боже, как же много ютилити дэмэджа сейчас залетело по команде Navi от одного игрока. Ну, и зонище молотов полетел в карман. JV отсюда выходит на малые. Пора пода уже выходить. Очень долго они друтся на ребрах. Ну, ждут же, ждут. Еще до конца разводят. Ну, вот третий игрок уже подошел. Да, понятное дело, это мы все на радаре видим. Navi об этом не знает. Не думаю, что может быть засада, потому что слышат они эти пистолеты. Фелик. По одному информации есть, что в песках где-то. Ну, и сейчас очень аккуратно нужно отыграть этот раунд. Очень аккуратно, потому что три игрока, и они очень круто стоят перекрестным огнем. JV уже минус один. Кримс минус второй. Да, но размен есть. От флеймича, правда, всего лишь один, но там уже и Кримс снова включается. Кримс минус три. И команда Navi отдает бай 2000 команде Fnatic. Долго. Да, и денег, посмотри, сколько много теперь у шведов. О, в Navi, ну, в принципе, тоже, да. Они потеряли двоих. Потеряли двоих, подобрали девайсы, подобрали два калаша, подобрали SIG. Это минимум две закупки, включая эту для них. Да. Минимум. И для Navi это раунд за два. Потому что если они его проигрывают, то, скорее всего, Fnatic, ну, понятное дело, мы загадывать не будем, потому что, опять же, пистолеты тут берутся на регулярной основе. Это уже, по-моему, пятый пистолет, который был забранный здесь, коллективами. Но в перспективе это 14-12 для Fnatic. Хорошие механические у нас на цемент залетают. Моментальный Атлюшин такая же на банан. Ну, чрезмерная, на самом деле, аккуратность от команды Navi. Их тоже можно понять. Ну, это плейстайл Блейда. Он всегда так играл. Он, знаешь, он очень... У него калькулеет эта атака. Иногда даже слишком бывает. Да, иногда это слишком. Иногда хочется видеть, знаешь, такую более вот агрессию какую-то... Живую. Такой живой Counter-Strike. Выбежал, убил. Выбежал, убил. Не, ну, такое тоже у них есть. Правда, ну, в прагматику они, конечно, играют больше. Ну, ладно, поехали. Команда Fnatic. Снова 2-3. Вообще, команда Fnatic в плане расстановки приоритетов и сил на Inferno вообще ничего не меняет. Постоянно это 2-3. Флюша плюс Голден на базе B. Не, ну, стяжка идет на регулярной основе. Ну, нет, я и говорю про изначальную расстановку сил. То есть они изначально не усиливают ту же базу B. Просто 2-3 всегда у них. Ну, не боятся. Видишь, они думают, что вдвоем сдерживают. В принципе, сдерживают. Флюша с Голденом хорошо работают на B-базе. Но Na'Vi, кстати, вот ребра до конца не заняли и в итоге пошли в пятером по B. Опять фанатики угадывают. Но они не угадывают. У них есть информация от седьмого номера. Это Кримс, который дает, что парни ребра чистые и время-то уже подводит к тому, что нужно выходить. А это значит одно. Это выход под базу B. Не попадает. Здесь же Виену будет второй распикать. Не попадает еще раз. И в итоге от Бумча есть минус. От Флюша размен по флейме. Заход на базу B состоялся. Смаки хорошие на 90. Второй на КТ у команды Fnatic. Бомба должна быть установлена. 13 секунд. Гардин пошла установка. Ну и здесь в дыме пытается Флюшу набрить. Сеньор Вактор пока что с Аймом не справляется. Прострел за B3 от JV пока безуспешно. Ну и ретейк 4 в 4. А гранаты, кстати, у команды Fnatic вообще почти нет. Навин стоят. Очень хорошо. Ай-яй-яй. Словак, Словак опасно. Но здесь Бумыч подсейвил с подсадки над Темкой. Такой брать нужно. Потому что с Банана никто не атакует. У тебя просто классный перекрестный огонь. Просто отсюда нельзя отпускать. Классная игра у нас. Сейчас от Гардиана перестреливает своего оппонента. JV последний остается. И Гардин его тоже забирает. 13-12. Браво на Ви. Ну и здесь, как мы и говорили, закупка будет у шведов. Это 100%. JV не везло. 300, да, да, да. Ну как? Везет тому, кто везет. Типа на везение тоже спихивать нельзя. Это все-таки игра равных коллективу. Кто-то попал в тайминг, кто-то не попал в тайминг. И никто... И все пробегали. Там было видно, как игрок пробегает. Последняя пауза берется команда Fnatic. Последняя. Ну, пора. Ну да, потому что, во-первых, это раунд за два, скорее всего, потому что сейчас будет до конца закупка у команды. Их денег много. Хотя нет, 2500-2600 нет. Ну нет, то есть если они сейчас заберут АВП и всю раскидку, то денег там не останется. Там останется по 900-1200 долларов. И накапает на следующий раунд, то есть там на FAMAS. Только дай бог. Так что здесь Na'Vi должны прекрасно понимать, что к чему. Как мне нравится, как вот это все показывает. Красивая такая, мультяшная. Вот единственный минус команды Fnatic, я бы вот сказал, да, вот не в совсем гибкой обороне изначально под базой B. То есть там действительно очень классные ребята играют. Это Flushe Golden. Но вот иногда вот подсадка вот на B1, она всегда практически читается. Я не знаю, почему с B2 не играют. Хотя B2 намного круче. Так, но здесь команда Fnatic пыталась отзонить банан. И в принципе у них это кстати получается неплохо. Но от Electronic первый минус на агрессию будет ли размен? Golden. Да, есть минусы, еще неплохо. Постреливает по Симплу. 64 хп там остается. И второй же стягивает туда уже Кримс. Симплу уже нельзя открываться. Надо там как раз спрятался на дереве, ждал своих тиммейтов, чтобы размен был. 4 в 4. Для атаки это хорошо. На самом деле всегда хорошо такой минус первый словить. Размен, то есть не минус, размен. Ну и смотрим. Ну что, поехали. Времени минута. Пожалуйста, Na'Vi, не затягивайте. Не затягивайте, потому что уже было два раунда на атаке. Любимая клумба Пчелкина. Смотрим. А ее кто-нибудь чекает или нет? Ну посмотрим, прочекает ли это вместо команды Na'Vi. Сейчас пошла раскидка, бумыч вылетает, Golden есть все-таки пачка. Ну кстати, даже смог, ты сюда в итоге не упал. 45 секунд остается у команды Na'Vi. Ой-ой-ой, есть минус от флейми, там за фонтанами деремся. Кримс, 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 Прэй, минус два, Фредди, Йоханссон, Unstoppable, это минус три от этого лысого вандеркинда какого-то. Ну я же не знаю, ну что ж ты делаешь, Кримс, ну когда ж ты, сколько лет тебе должно быть, чтобы ты перестал так зажигать-то? Ну на самом деле, вот кто первый выбегал, он должен был перестреливать клумбу там префом просто. Смок, но во-первых, не упал и ни флешки, ничего не было. Он выбежал, еще лишнюю секунду стрелял, но не пошла стрельба чуть-чуть как раз таки по этой клумбе. Мерзкая клумба. 13-13. Кримс, пистолеты. Плиз, ты конечно богоподобен, но в данном матче, ну вот немножечко, подздай, да, вот подздай, но немножечко, пожалуйста. Хотя я думаю, что болельщики ФНАТе, конечно, Кримс, продолжай Кримс, давай, ну и Кримс, конечно, богоподобен. У команды Na'Vi сейчас бай, да даже и не 2000, это просто тег, 3D Glap, и 250, и два арморового электроника, и Гардиана. И Фнатики сделали вид, как будто они заняли банан, там оттуда вылетали эти смоки. Мне очень неприятно сейчас в Na'Vi играть, потому что они вообще в яме все зажались, сидят, и никакой информации по этому банану не собирают. А уже 4 человека у тебя на асайде, и на банан они вообще боятся проходить. Минута времени остается, ничего не было занято. Ну а Фнатик также, кстати, отдают, в принципе, и ребра, и банан на ранней стадии. У Фнатик классическая защита. Один сайт, один пески, один лонг чекает. Классика просто. Ну вот, кстати, седьмой номер может погореть, это Кримс, но нет. Кто? Кримс погорит? Ну может, почему нет? Погорел. Я специально под руку. Да, я понимаю, я же понимаю. Но там, кстати, есть и смоки, команда Na'Vi может, в принципе, отрезать и библиотеку ИКТ, и Симпл... Пачка! Бомба! Ой-ой-ой-ой! Наша бомба! Хочет от Гардиану нужно срочно! Ну даже без пешоток перестреливается. Но пачка-то валяется в Сити, и вот это супер неприятно ждет своих тиммейтов. Не хочет отдаваться, потому что 18% здоровья у него. И вообще, есть инфа, да, по пачке должна быть инфа, потому что видел ее здесь, как она вылетала. Да-да-да, 17 секунд, команда Fnait прекрасно понимает, ближе к Зиге, падает бомба в очередной раз команда Нави, флешка прилетает, но здесь нужно забирать бомбы и просто идти, но Флюша приходит таймингово в спину, команда Fnait берет 14-й раунд на карте Инферно, но следующий раунд будет закупкой также для команды Нави, поэтому здесь будут драться уже на равных. Ну и полетели кулачки, Голден прям вот видно, что и в стрессовой ситуации прям видно нервничать. Не-не, ну там момент, нужно играть, пока раунд не закончился, весь лут собрать, там какой-то оружие поменять, да, после этого, когда у тебя фристайм идет, ты уже кулачки отбиваешь, потому что ты сразу не бросаешь мышку и там аааа, бешеный начинаешь. Хотя в порыве эмоций кто-то так может дать. Может и так, да, но в порывах эмоций ты там в нужный момент тавик не подберешь, да, не сменишь там свой фарган на АВП. А потом, блин, на вылоб АВП. Ну вот-вот. Ну и ладно, 28-й раунд на карте Инферно. Электроник получает молотов себе под ноги сразу же под яму и команда Нави выходит первым темпом именно занимать второй мидл. И Бумыч, кстати, сейчас играет в стиле команды Fnatic просто без флешек, без все, попытается выйти контактом, возможно, на балкон, но его, кстати, здесь чекает. В итоге Бролан, Бролан, опа, есть информация, Бумыч, Бумыч, это ловушка, уходи, Кирилл. Ну и получает в итоге гранату, но Fnatic не получит. Как раз понимаешь, что сейчас должно залететь. И вот оно залетает. Бумыч, сейчас фейковать будет. Но очень быстро, на самом деле, прошли. И сейчас Natic чуть-чуть прижало как раз в пески туда. Они сейчас боятся, на самом деле, тут аркаду получить быструю. Опять минута времени прошла, Банан не занят. Опять то же самое, как в предыдущем раунде, только сейчас девайсы. Ну что же, пошла раскидка от Электроника. Но всего один смог у него был, поэтому смог полетел на КТ. Возможно, просто фейканет, истягивается команде. 45 секунд. Na'Vi заняли ребра. Попытается контактом выйти сейчас на Кримса. Флешку, может, какую-то. Но Кримс, кстати, был очень близок к тому, чтобы команду Na'Vi расстроить и сделать первый минус для своей команды в этом раунде. Но в итоге занимается 15. Это снова сплит под базу. А на больших песках сразу два игрока у шведов. Это JV плюс Бролан. И посмотрим, как у них это получится отстоять. Кримс очень аккуратно стоит. На самом деле, отыгрывает так. Не на пик, потому что прекрасно понимаешь, что могут уже зеленку проходить. Очень много от бумачи зависит. Ну как же так? Не перестреливать. Какая же мощная наводка у этого Кримса. Симпл отлично подживи. Бролан еще в сайте остается. Флэми отлично минус Бролан. Сайт заняли. Фимпл минус Кримс. Три в два. Надо сейвить команде Фнатик, мне кажется, потому что денег там в 100 долларов. Денег нет. Следующий раунд хочется брать. А следующий раунд будет за маппоинт. Вот в чем проблема. Так. Да Симпл! Да Симпл! Да что ж ты делаешь? Ты минус 4 и просто не оставляет и мокрого места от команды Фнатик. Это просто. Это... 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 Давай так, это фтологически скажем. Это просто-просто. Это просто-просто. Это просто-просто. А что если бы Симпл играл в команде просто? Это просто-просто-просто? Наверное. Ну слушай, тайм-аут для команды Na'Vi. Сейчас Андрей Городенский попытается команде своей привнести, возможно, какой-то абсолютно виртуозный раунд по исполнению. Но Симпл, конечно, в этом раунде зажег максимально круто для болельщиков своей команды. Но вот Фнатике, да, казалось бы, два первых минуса. Ну и будем... Найс, да. Я дальше там не буду читать, что он говорит. Я думаю, и так все каждый для себя понимает, что он там сказал. Как вашей душе угодно. Ну и вот интересно было бы послушать Тимспик команды Na'Vi сейчас. Так. Брон, мы все видели? Что такое? Ничего. Потом посмотрим. Кстати, вот эта вот прикольная была фотография вчера после 16.0, когда Маус выиграли. Ей стал же проверять на допинг. И мы как раз с градусниками сидели. Ну вот слюну брали. Что там, слюну, мазок какой-то там изо рта. Ну а нас тем временем 101 тысяча трансляций. Всем здравствуйте, дорогие друзья. В этом полуфинале для вас работает Смайл и Громов. Приятного вам просмотра. Ну а команде Na'Vi желаем удачи и команде Fnatic. Также быстрый выход. Неужели просто в Смаке? Это... Ой-ой-ой. Элик, король Смаков. Ну это в принципе да. Но не только Песков, но еще и Смаков. Да. Он очень классно в них всегда мансует. Смотри, что делал, он просто хочет под машину пройти, промучить, что здесь электроник! И там в итоге много... Нет, кстати, по второму даматчику вообще не вписал, но он один опорник здесь. Все равно он сделал минус. Я тебе говорю, он очень круто в Смаках играет. Электроник батя. Всегда это делает. И то, что и за атаку, и за защиту он это умеет делать. Абсолютно так же. И в большинстве случаев, когда вот Смаки начинают рассеиваться, он начинает перестреливать. Что понятно. Ой-ой-ой. Вот это опасно. Неприятно от флюша прилетает. А вот тут не надо было так делать. Просто стрелять на халяву. А вот сейчас хотелось бы, чтобы команда Na'Vi поймала тайм, и вышла все вместе под А, потому что там только один опорник. Бомбу скидывает Симплу. Гардиан попытается на себя все внимание стянуть и дать какой-то фраг. Но JV сейчас играет у нас в итоге с Чешкой. Это, кстати, да, мы не сказали в начале раунда, что это полноценная закупка от шведов. Не самая удачная в плане приобретения каких-то девайсов, потому что их в принципе толком нет. Это пистолеты, юмпики и так далее. И угадывают шведы. Ох ты, ну какие же эти шведы могучие. Ну, мать моя женщина. Как же вы читаете все это дело? Но Гардиан спасает жизнь. Бумыч и Симпл минус по флюше. Остается там только один опорник. Это Джейспер Вэксел, которому Гардиан тут также отвешивает маслину. Это 15-14. И маппоинт за командой Navi у Фнатик нет денег на заключительный 30-й раунд на карте Инферно. И это реально пекло. Это пекло, которое и не снилось пока что команде Фнатик в рамках этого турнира на этой карте. Ну, собрано нужно сыграть на последнем раунде будет. Потому что, опять же, это будет форс, это будут пистолеты. Опять же, сколько мы уже видели этих пистолетов. Сколько Navi их отдали? По-моему, 3 или 4 раунда. Знаешь, что самое важное, Сережа? Гром начинает танцевать уже. Пчелкин. Пчелкин, то есть. Какая разница? Я тоже сейчас могу начать танцевать. Знаешь, что самое важное, Сережа? Вспомни, сколько команда Navi таких раундов отдала в этом матче. Ну, раунда 3 точно. Я же тебе говорю об этом. 3-4 раунда пистолетом мы отдали. И что самое главное, они не сделали этого в предпоследнем раунде основного времени. То есть, в самый важный раунд, по сути, этой карты был выигран против такой закупки. Если бы видели Пчелкина, вы бы его, ну, я бы не знаю, сфоткали, как минимум, потому что его сейчас поза не совсем стандартная для человека, больше похожа на разминающегося... Богомола. Богомола, который уже предвкушает победу рожденных побеждать. И он, как ни странно, готов это анализировать. Ну, что? Что по баю, да, пройдемся быстренько. У нас скаут от JV, Диггл, Голден и три ЦЗшки. Флюшек, Римс и Брон, соответственно. Раскидка, ну, прям, так себе. Да, есть Макеи, пять штучек, но моликов нету. Флешек прям мало на ретейк, если он будет, конечно же. Ну, и там пару Хаешек, которые будут сейчас потрачены там вначале. Так, ну что же, минуты 30. По девайсам ровным счетом снова ничего нету, кроме одного скаута у JV, и, да, у всех арморы, у всех есть Макеи, флешки, ну и пистолет, конечно, три ЦЗ и Диглы. Знаешь, это напоминает 13-й и 14-й год, да, когда команда Фнатик закрывала все это дело тэками. Так, девятыми, только сейчас это не Фна-тэка, а Фна-ЦЗ какой-нибудь. Что-нибудь такое. Ну, ладно. Минута 10. Снова команда Нави вдвоем под бананом, а три игрока пока закрывает второй мидл. Пошла раскидка на 15, и Флейми находит первый минус по Фредди Йоханссону. Ну что же, пять в четыре. Важнейшие... Главное не спешить. Важнейшие 55 секунд есть у команды Нави, чтобы забрать эту карту. Это, кстати, пик команды Фнатик, если что. Я говорю, тут спокойно могут картами меняться, ну дай досмотрим эту половину, потому что еще не все потеряно. 2 в 2 по плантам стали, они стали у нас Фнатики рисковать, потому что рейтейк потом был бы сделать нереально, а вот вдвоем... Хотя нет-то. Ой-ой-ой, и Нави теперь угадывают. Ну, кстати, один из немногих моментов Флэми, кстати, нашел минус на перетяжке и быстро-быстро под базу. А ну там еще один остается, это Броун. А Броун недооценивать, ой как нельзя. 25 секунд, ну успевает нормально. Команда Нави... Петерон, Нави, с девайсами, патрон не хватит, что всех убить! Да, ну Броун одного нашел, это 18 секунд, 4 в 2, рейтейк практически невозможен. Электроник должен на библе закрывать флюшу, так оно и есть. Но знаешь, что рад я Сергею объявить? У меня пока что стопроцентный винрейт комментирования команды Нави. Когда я их комменчиваю, они не проиграют ни разу. Я, кстати, тоже в футболке Нави у меня просто со спины написано. Да, ну что же, вкупе мы принесли удачу, надеемся на это. Ну и команде Нави победа 16-14, шведы были повержены на своем пике и команду Нави ровно одна локация отделяет от того, чтобы выйти в гранд-финал, но и Симпл показывает зал. Давайте, ребята, поддержите, потому что мы одной ногой уже в гранд-финале. Сумасшедший перформанс, безумно умная игра от двух команд. Фнатики были хороши, но Нави были лучше. И это было очень классно. Я очень рад, что как раз-таки вот эту карту Инферно не забрали, потому что Нюк, да, Нави его хорошо играют, опять же, но Фнатики там могут с ними бороться. И на Нюкке будет уже намного проще, вальяжнее играть свою игру, играть свою атаку. Это правда. Это правда. Ну что же, мы поздравляем команду Нави. Ну, а кратковременные итоги этой локации подведут наши замечательные студии аналитики. Кратковременные итоги локации. Окей. Короче, да, во-первых, поздравляем Нави. Это прекрасно понятно. Во-вторых, мне, конечно, очень сильно понравился бесконечный поход на Б, потому что назвать это вообще, в принципе, карты с двумя частями просто не позволяет мне русский язык. Да, Аплэнты просто не существуют в этом мире. К сожалению, да, вот смазалось немножко окончание, там Нави все-таки начали ходить на Аплэнт, но реально на протяжении почти всех раундов на второй половине, не считая вот последнего, предпоследнего, если я не ошибаюсь, бомбы на А не поставлено было вообще ни разу. Так что, да, это, конечно, большой вопрос к командам, ну, в отвечающем к Нави конкретно в случае с атакой, но все равно молодцы, вообще очень крутой перформанс. Почему и у Фнатик та же история? То есть Б-Плэнт, и вчера мы с Лешей говорили о том, что, ну, Б-Пазан и Инферно становятся проходным двором для атаки, зачастую, если у вас готова полная раскидка, если вы готовы действительно действовать в этом направлении, то почему бы и нет? Тут довольно забавно видеть Броуна, сразу вот к концу отправлюсь с очень плохой статистикой для него. Я на него очень много, опять же, делал надежд и ожидал от него более высоких каких-то достижений, но, к сожалению, к сожалению, не выстрел против Нави. И, кстати говоря, до какого-то момента мы с тобой даже более чем были уверены, что для Фнатик проблемы эта карта не должна сдавать. после первых раундов мы помним второй и четвертый раунды, Пчелкин тоже их прекрасно помнит, потому что второй был залит в абсолютном большинстве и четвертый тоже также помнит. Там много было спорных моментов. Тоже плотно залит. Ну, то есть, я имею в виду, такие раунды обычно очень серьезно морально давят на команду и мы видим то, что Нави все-таки смогли справиться с этим давлением. С одной стороны, они, опять же, все равно проигрывали антиэкономически, антиполубайные, в которых у противника были только пистолеты, это было не единожды и эти раунды все-таки не дали Нави слишком сильное давление. Ты вот говоришь про давление, а мы с тобой не знаем, мы не в команде, а вдруг там не было никакого давления и так было запланировано. И они нацелены были на то, что, ну, вот сейчас мы с вами сейчас антиэкономически сливаем, да. Это бывает, ну, то есть, мы не знаем внутренней кухни и я бы сказал, что Нави действительно просто справились с этой задачей и показали, что у Фнатиков есть тоже некоторые неточности на Инферно, но они с ними-то разберутся, но уже не в рамках ESL Pro League, само собой. И жалко, конечно, шведов, что вот свой пик подзарили, но заслуженно проиграли. Нави молодцы. Все? Можно? Да, да, давай. Все? Все, Нави молодцы. Вот так вот, серьезно, 7-1 проигрывали, 7-1 проигрывали, ничего не шло, слили клатч 1 в 3, слили клатч 1 в 4, ничего не получалось, проиграли первым пистолетом, вторым пистолетом. Мы так много дали вам шансов, но вы не смогли, вы не прошли базу. Ты меня не порезешь. Мы проиграли. Знаешь, почему ты не знаешь, что было в команде? Потому что ты в команде Фнатик. У, какой страшный. Просто могли. Вот могли и смогли и сделали. Посмотри на Бумыча. 23. Симпл, 24. Гардиан подтянулся. Он просто там до конца, у него опять не получалось. Опять это давление. Опять ему сложно. Он не попадал. Подтянулся к пацанам. Близко, очень, со всеми. Вся команда снова включилась. Как Civil Geniuses. Все бахали. Что нужно было делать? Саша, за три раунда, там был момент, когда я нужно было возвращаться. Саша, в первом минус три, во втором минус четыре, в третьем минус два, потом еще один квадрокилл, потом еще. Саша, 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 и все. Стол тут ни при чем, Леш. Но вообще, как бы, если эмоции Пчелкина перевести в более такой забавный момент, 16-14 были у нас в антре дуэли, 16 у команды Na'Vi и 14 у FNA'Vi. Какой счет в принципе? То есть, ну, сколько было фрагов в опенах, столько и раундов понабрали команды. Надеюсь, что стол починят, все будет хорошо. Да, плюс стол чисто. Да, плюс стол. И надеюсь, что также починят у нас Гардиана, потому что от него хотелось бы немного лучшего перформанса, но не бывает, как бы, побед без маленьких огорчений. А мы узнаем, насколько хорошо Слава будет себя чувствовать уже после паузы, которая сейчас будет, а мы отправимся после нее на вторую карту в рамках первого БО-3 сегодняшнего дня.